Пропустили, не доработали. Дали подать фланга. Соперника оказалось на одного игрока больше в створе ворот, поэтому мяч там, вернее, не выбили. Ну и добивание, добивание. Следующий вопрос. Добрый вечер. Сегодня полностью на 100% 11 игроков вышли новые. Можно говорить о том, что появился второй состав и что это позволит маневрировать в рамках чемпионата? Мы не делим на первый-второй состав. Мы делим исходя из того, что у нас сколько времени до чемпионата. Отсюда мы отталкиваемся, кто в каком состоянии. На сегодняшний момент мы выпустили этих игроков, которые, в принципе, никто из них не выпадал. Качественно сыграли. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но мы, в принципе, и так на каждого из игроков надеемся. И он у нас, в принципе, и выходит за это. Короткий отрезок. Еще вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Готово. Сегодня на поле впервые вышел Тогосилей. И большое время игровой было у Ярко. Как оцените их адаптацию к команде и действия сегодня на поле? Ивлев сегодня провел всю игру. Пацан 2004 года. Даже 2006. О чем мы о нем не говорим? Уже о нем говорили. Когда? Где? Матчи, полиции. Ну, надо о нем чаще говорить. Давайте, что сказать о нем? Ну, вот. Он сыграл всю игру. Заслуженно играл. И не выпадал из игры. И Вахнов сыграл тоже. Молодой русский игрок. Потихонечку набирает. И, в принципе, вся острота в первом тайме через него шла. Богомаев. Опять же игрок, которого мы взяли из локомотива. И там уже играл. И поэтому эта троица им, по крайней мере, не выпадает. И наоборот, радует. И это игры на этот кубок. Для них большое подспорье. И будут выходить и в чемпионате. Что касается иностранных игроков, то Табо приехал только сегодня ночью. Делал визу. Поэтому столько времени получил. Антонио, опять же, через игры набирает форму. Потому что он давно его взяли. Недавно приехал. Тренируется. С этим тоже связано определенное время. И состояние. Еще вопрос, коллеги. Сегодняшняя замена вратаря. Это была ваша плановая ротация? Или вы специально думали, возможно, поставить более опытного под серию пенальти? Под какие пенальти? Мы ставили вратаря на начало игры, а не под пенальти. Какие пенальти? Пенальти мы на 92-й пропустили. Мы играем с первых минут. Если бы заменили за 2 минуты другого вратаря поставить. Тогда можно такой вопрос задавать. А что касается матча с Крэйни, вы узнаете, кто будет стоять на ротах? На это выражение. Там есть один вратарь, который вам ответил по поводу стоять. Но вы же девушка, и я уважительно к вам отношусь. Мы знаем, кто будет в воротах играть. Но еще есть тренировочное время. А кто? Что, кто? Вы знаете. Ну, я знаю. Ну, я и знаю. Тренировский штаб будет знать. Вы тоже хотите знать? Да. Пока что рано. Не будем все карты раскрывать. Сегодня Игорь Калинин вернулся в состав и провел. Ну, наверное, был одним из самых ярких игроков в матче. Он готов на все сто. И в Самаре мы можем его увидеть? Ну, он правильно заметили. То, что выделялся. И мы довольны. То, что он как раз в игре получил эту игровую практику. И он был уже в тренировочной. В тренировке участвует уже больше 10 дней. Поэтому мы дали ему как раз сыграть определенное время. Чтобы и на игру с Самарой тоже это предполагать, иметь в виду. Сегодня для буднего дня, не очень удобного времени, очень приличная аудитория собралась. И команда фактически уезжает на месяц. Что вы скажете болельщикам? Тут, наверное, на время не надо смотреть. И на день, выходной или рабочий в городе Воронеж и в области. Я так понимаю, футбольный ажиотаж и болельщик, вне зависимости от какого времени, он всегда приходит меньше 10 тысяч. Я тут еще не видел. От меня, в частности, я хочу сказать огромную благодарность. И я так вижу, вне зависимости от результата, именно поддержка для футболистов, для команды. Это очень большое значение, что мы вместе, мы в любое, и в победу, и в поражение. И мы вместе, и только так, в том году команда осталась, и только так мы будем набирать очки в этом сезоне.